МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы хотим задавать свои вопросы или разместить свой вопрос в группе ВКонтакте, которая так и называется Мурманский астрологический центр, где есть раздел вопроса, астрологу вопросы приходят, мы постараемся на них ответить. Единственное, те, кто размещает эти вопросы, большая просьба пояснять, в чем все-таки причина вашего обращения, и точно сообщать место рождения, точную дату и время, желательно до минут рождения, тогда нам будет легче. Ведь если вы не сообщите суть вопроса, нам ведь за пять минут не разобрать его. Итак, у нас сегодня гость. Знакомьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я работаю в культурном центре «Белые облака», занимаюсь продажей этнических товаров и организацией различных мероприятий. Сегодня я приду в программу «Знаки», и астролог мне расскажет обо мне, возможно, моем будущем и в разных интересных фактах о моей жизни. Алексей, у нас уже в гостях. Добрый вечер. Здравствуйте. Алексей, вот скажите, каким ветром вас занесло в «Белые облака»? Ну, с чего бы начать. Я всегда интересовался тематиками именно духовного развития, самопознания. И работа в «Белых облаках» позволила мне также изучать это все и дальше развиваться в этом плане. А как вот судьба сложилась? Как вас туда затянуло? Это же не просто так происходит? Ну, очень интересно то, что когда-то в прошлом я представлял такое место. И это вроде бы как была моя идея, которая осуществилась. То есть... То есть образы ваши привели вас именно на такую работу? Да. То есть все сейчас выглядит именно так, как я и представлял. И был очень интересный момент, когда проходило собеседование в «Белых облаках». В тот день я работал в другой организации и даже не думал, что у меня получится попасть на собеседование. Но, тем не менее, вечером я, как всегда, поехал в «Белые облака». Ну, как обычно, посидеть, попить чаю, поразговаривать со знакомыми людьми о разных интересующих меня вещах. И оказалось то, что те люди, которые проводили собеседование, до сих пор там. И мне удалось буквально за 15 минут до их ухода пройти собеседование. И потом мне позвонили. То есть вам вот так вот повезло. А вы считаете, что... Вот как вы думаете вообще, с вашей точки зрения, бывают случайности в мире или нет? Ну, мне кажется, случайностей не бывает. Мне тоже так кажется, потому что в астрологии от ней закономерность. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Хотела бы узнать. У меня внук Дмитрий. 1 апреля родился 1993 года. В 10 часов 45 минут. В городе Североморск. В городе Североморск. В городе Североморск. Сейчас мы найдем Североморск. У вас какой-то особый вопрос? Или просто посмотреть? Да, он заканчивает военную академию. Я переживаю очень за его дальнейшую жизнь. И, в общем-то, и со здоровьем что-то чего-то тоже хочу. Может быть, что-то вы мне скажете? Ну, вы знаете, вот у него только что закончился какой-то, вернее, не закончился, а закончился первый этап какого-то большого рубежного перелома в жизни. И ближайшие года 3-4 судьба будет так делать, что тут будет огромнейшая нагрузка, невероятные какие-то путешествия и все, что с этим связано. У него в зените Сатурн находится, вот в самой верхней точке. Сатурн за карьеру отвечает, за возможность этой карьеры. По здоровью, ну, тут вот смотрите, тут все от состояния эмоционального и от питания зависит. Чем правильнее питание, чем меньше нервов, тем лучше со здоровьем. А впереди очень большой нервный период, который на несколько лет вот так вот растягивается. Это с работой, да, уже? Ну, да, это с работой, со службой, с какими-то невероятными приключениями. Вот невероятные приключения впереди, вот это точно. Ну, вот так вот. Они начались вот чуть раньше, тут человек очень много менял в жизни своей, вот буквально там год назад какие-то перемены тут большие показаны или эти же приключения там, может, военные какие-то действия, не знаю. Но впереди они только по нарастающей. На несколько лет, через года три-четыре это все успокоится и начнется обычная нормальная жизнь. И еще я хотела... Алло, алло. Да, 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 мы вас слушаем. Это все, да, про него? Я еще, у меня дочь тоже хотела бы я узнать, чтобы вам больше не дозваниваться, если можно. Ну, очень кратко давайте данные. Да, да, Ирина, 27 января 71 года. Время рождения? Ну, 30. Не слышал. 2 часа 30 минут. Ночи? Да. Где родилась? В городе Сверамск. Ирина Семеновна. Она у вас спортом не занималась? Занималась гимнастикой. Гимнастикой, да. Ну, вот тут как бы гороскоп спортсмен такого, очень независимого человека, активного. А в чем вопрос, что вас интересует? Меня интересует ее работа и здоровье тоже. Здоровье не очень. Ну, вот первая, значит, первая половина следующего года очень такая сложная, очень сложная. И она может отразиться и везде, и на здоровье, и на работе. То есть человек потеряет силы, вот так показано. Просто надо затаиться, подождать немножко, и с осени, в следующей осени, будет все хорошо и нормально. А пока как бы погрузиться в себя, заняться собой, вот чем-то вот таким вот. Ну, так, чтобы по здоровью какие-то тяжелые, вот на ближайший год тяжелые времена были, я сказать не могу. Ну, вот просто нехватка сил, потеря сил, вот так вот показано. Те, те, сложный год был до этого, и до этого тоже сложный. Ну, ничего, ничего. Энергии много, активности масса, так что все тут будет хорошо. Нормальный гороскоп, все тут нормально. Удачи вам, всего доброго. Спасибо большое, Алексей. Алексей, вот я вас хотел спросить. Да. А у вас ведь солнце, вот солнце на самом восходе, на самом восходе. Вот прямо вот момент, момент, когда оно появлялось над горизонтом во время вашего рождения. Вот, а у вас какие-то творческие вот элементы в вашей жизни просматривались? Ну, я творчеством так особо не занимался никогда. Был интерес, в принципе, к рисованию, к музыке. То есть, когда-то учился в музыкальной школе. Но, возможно, это связано вот со многими вещами. Я, когда чем-то интересуюсь, у меня это хорошо получается. Но как-то в дальнейшем я теряю к этому интерес. Но здесь не обязательно ведь по творчеству понимается писание стихов или куда-нибудь и музыкой. Это может быть информационное творчество и креативность вообще. Вот такие вот элементы. Поэтому, если когда-то подвернется вам под руку такую, не отказывайтесь. А у нас вопросы из интернета есть. Вот здесь нас спрашивает одну секунду. Вот сейчас накопилось вопросов много. Так, Юлия. Юлия спрашивает и просит, чтобы мы обязательно на этот вопрос ответили. Больше пяти лет материальное положение моей семьи катится вниз катастрофической скоростью. Почему? Есть ли это объяснение? Когда же все наладится? И дальше вот данные рождения приводятся. Сейчас мы откроем гороскоп Юлии. Вот здесь он у нас. Юлия. Вот ваш гороскоп. Так, что мы тут наблюдаем? Надо вот изучать второй дом. Вот финансовое положение, финансовое состояние будет отвечать. Вот здесь он в Козероге находится. Сатурн у нас в конце льва. В конце льва и с Луной и Марсом в соединении. Марс с Сатурном в соединении это всегда крест. Показывает некий крест, который человек будет тащить через всю жизнь. То есть работать, не покладая рук и так далее. На сегодняшний день, под Новый год и первая половина следующего года складывается так, что это будет самый сложный период по вашему финансовому состоянию. Поэтому вот ничем обрадовать до осени следующего года вас не могу. Ну и здесь, конечно, надо смотреть всю семью. Вот так вот не сказать, почему, что и как. Но на сегодняшний день показатели очень сложные. Что с этим делать, я не знаю. Потому что, если хотите, обратитесь к астрологу. Здесь надо разбирать причины, придумывать какие-то выходы и так далее. Кредитование здесь очень большое, тоже показано. И оно не совсем хорошее, наверное, и правильно. Ну вот такой вот ответ. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, алло. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я хотела бы задать вопрос по поводу сына. Значит, по поводу работы. Меня интересует. Значит, 91-й год. Подождите, дату скажите, как сына зовут вашего? Юрий. Юрий. Когда Юрий родился? В 91-м году, 1991-м. Дату скажите, у меня вводится сначала. 22-го ноября. 22-го ноября 1991-го года. Да, в 19-25. 19-25. Где родился ваш сын? Город Мурманск. 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 Так. Вот Солнце с Марсом в 30-м градусе Скорпиона. Солнце в 30-м градусе. Он Скорпион. Скорпиончик. Марс вот прямо с Солнцем. Он активный ведь человек должен быть. Да, очень. Очень активный. И очень контактный, и общительный, потому что Луна у него в близнецах. Но на сегодняшний день, вот там, где работа, и вот это Солнце, идет в ближайшее время Сатур. То есть выхода два. Либо работа не та, которая нравится, и придется терпеть, либо потеря работы. Вот так показано. Ну, а в будущем что-то... А в будущем, через несколько месяцев, это все налаживается. И работа у него будет хорошая. Просто сейчас времена такие сложные. Хорошо. А можно еще один вопросик по поводу личного, именно его... Его личного. Да. Счастья. Семьего. Его личного счастья. Ну, вот если время рождения точное, то примерно район 26-27 лет – это брак. Вот время, если точное рождение. Алло. Алло, алло. Ну, я слушаю. Ну, брак очень сложный, непростой в любом случае. И тут надо прилагать усилия, чтобы его и создать, и сохранить, и так далее. Все понятно. Большое спасибо. Удачи вам, всего доброго. Алексей, мы к вам возвращаемся. Вот ваш гороскоп. Кстати, у вас Луна в Деве. А Луна в Деве – это всегда человек какой-то Шерлок Холмс. Вот вы не замечаете какие-то мелочи у людей, и по этим мелочам можете их оценить. Бывает такое у вас? Бывает. Я очень часто анализирую людей, то есть в мелочах. Но мне тоже это интересно. И, между прочим, у вас Луна находится в Зените, ну, то есть в самой верхней точке. Верхняя точка – верхняя точка гороскопа. Вот она, вот здесь, в Наке Девы. Она показывает всегда карьеру человека, да. А там Луна находится. А Луна – это показатель души. И вот у меня очень много известных психологов, которые пишут книги, придумывают что-то, в психологии какие-то элементы. И вот у вас там вот этот показатель тоже такой же очень интересный. Так что если будет возможность заняться человеческой психикой, человеческой душой, я не обязательно говорю, что это должно быть какое-то специализированное образование. Ну, вот вам тоже вот так рекомендуется. Интересуетесь психологией? Да, я интересовался очень давно психологией. Мне нравилось там изучать, как вы сказали, именно человеческую душу, что-то в этом роде. Читал различные книги, ну, не только о психологии, но и в различных религиях, в мировоззрениях. То есть именно вся вот эта тематика была мне интересна. На психолога думал даже обучаться, но как-то не сложилось. Именно, ну, посчитал, точнее, даже, наверное, родители посчитали, что это так не очень перспективная профессия. Но сейчас наоборот, сейчас очень много психологов готовится. И вообще скорпион, выраженный скорпион и дева, это всегда человек-скептик, ну, такого хорошего плана. И вот Фома неверующий, вот тоже близко к этим знаком был. Самые два знака, не доверяющие никому, это скорпион и дева. И у вас и один, и другой выражен. И поэтому, вот, видимо, скептически относиться надо ко всему вам, и это правильно. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня ребенок родился 12 сентября 2003 года, в 13.50. Меня интересует, куда нам стоит потом поступать лучше? 12 сентября. 2003 года. 2003 года. 12.50. 13.50. 13. Да. 13.50. Ну, ближе к полудню, это всегда карьерный гороскоп. 13.50. А где родился? Мурманск. А как зовут? Ростислав. Ростислав. Мальчик. Ну, смотрите, вот, смотрите, вот, видите, в Зените Солнце, Венера и Меркурий. Меркурий отвечает вообще, вот тут в Деве МЦ, то есть Меркурий за карьеру отвечает. Он в Солнцем соединении. Плутон на восходе находится. Ну, это руководитель и Марс в Овне, человек готовый идти на пролом, упираться рогом, немножко вспыльчивый, несмотря на то, что Дева. И Сатурн в раке находится, немножко нетерпеливый. Ну, это лидер какой-то, понимаете, огромные лидерские качества. А если военная медицина? Военная, очень хорошо, ну, прям прекрасно. То есть подойдет? Конечно. А насчет травматолога или человек, вытаскивающий других, вот, анестезиолог в таких, знаете, ужасных состояниях работающих. Вот, вот, причем он будет главврачом. Или, или, там, какой-то части военной командира. Так, а по личному там пока еще ничего не видно? Ну, по личному тоже тут будет всего очень много, и стрессы, и переживания. Просто вот так вот быстро не описать. На самом деле будет личная жизнь, куда она денется. Все, хорошо, спасибо. Удачи, всего доброго. Алексей, а вот кто приходит в ваш центр культурный? Вот что там за люди? Ну, люди разные приходят. То есть, ну, в основном, которые интересуются именно духовным саморазвитием, либо просто какими-то темами самопознания. То есть, те, кто йогой интересуется, либо нумерологией, ну, так же вот и астрологией. Ну, то есть, вы за всеми наблюдаете? Да, конечно, со всеми мы общаемся, как угощаем, допустим, даже чаем. То есть, человек свободно может к нам прийти, там, почитать что-то, либо пообщаться с такими же людьми, которые интересуются, ну, чем-то похожим. И, а вот какие-то мероприятия такие бывают для людей, там, ну, чтобы можно было посетить, посмотреть что-нибудь? У нас очень много проходит мероприятий практически, ну, каждую неделю, каждый день проводится даже не одно мероприятие. Чайные встречи, различные лекции, так, обучение. То есть, каждый человек может, ну, найти то, что его интересует, и посетить какую-либо вот встречу, лекцию у нас. То есть, ну, если подробнее, у нас проходят лекции по фэн-шую, по карме, даже руны изучают. Вот сейчас вводятся новые лекции, это обучение игре на варганах и плетение мандал. То есть, весь спектр вот всего такого непознанного и интересного. Да, конечно, мы, как бы, стремимся именно различные сферы захватывать. И это, а кто ведет-то, мурманчане или... Не, мы являемся прямым московским филиалом. Нет, а вот люди-то, которые там на варганах играют, там, рунами занимаются, это мурманчане? А, да, конечно, мурманчане. То есть, творческие люди, с которыми мы знакомимся, общаемся, они приходят к нам, договариваются, допустим, предлагают нам устроить у нас какой-то вечер по той теме, которой они занимаются. Так что можно советовать всем, кто близок к вашей тематике, обращаться к вам, да? И провести для населения какое-то такое интересное встречу. Ну, конечно, если человеку есть что рассказать, что-то интересное, то он может прийти к нам. А у нас есть вопрос из интернета. Все-таки надо отвечать. Надо отвечать. Нас спрашивает Маргарита Савичева про... Нет, я отвечал где-то, я видел другой ее вопрос, извините, перепутал. Вот Алена спрашивает. Здравствуйте, можно ли узнать про судьбу и брак родилась тогда-то, тогда-то? Вот сейчас мы посмотрим этот гороскоп Алены. Здесь никаких, собственно говоря, сложностей про брак не наблюдается. Про судьбу два слова таких, что человек яркий, человек коммуникабельный, но немножко всего боится. И поэтому вот боязнь надо отводить в сторону, а все остальное решится само собой. Тем более Плутон в Зените, а Плутон отвечает за карьеру, карьерный рост и возможности, лидерство и так далее. То есть надо выходить на первые позиции и не бояться идти вперед. И тогда все будет хорошо. А у нас есть вопрос по телефону. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я хотела бы узнать по поводу личной жизни моей дочки. Немножко не складывается, я хочу узнать, какие предположения могут быть. Ну, предположений может быть много, но я вам вот назову, что в глаза бросится, потому что гороскоп составляется сутки на самом деле. Хорошо. Тут все быстро. Пожалуйста, как зовут вашу дочь? Марина. Марина, дата рождения Марина. 28 января 1988 года, город Мурманск. Января 1988 года. А время рождения? Где-то с 15 до 25 минут первого. Ну, то есть 00.15-25. 00.00. Так. Смотрим. 28 января 1988 года, четверг 00.20 поставил. Так. За брак отвечает вот эта линия, которая находится в Овне. Солнце в Водолее говорит о том, что человек очень свободолюбивый, строптивый. Вот такой вот характер тут сложный, непростой. Марс в Стрельце, Марс в Стрельце. И вот где-то в ближайшее время тут брака не намечается. Но чуть-чуть за 30 тут показана очень большая любовь, счастье, достижение всего и, скорее всего, рождение ребенка. Но это чуть-чуть после 30 годика, через 3. Вот так вот. Тут все сложится. Переживать по этому поводу не надо. Но вот на ближайший год-два я враг бы не дал. А это не связано с тем, что она вот болеет частенько? То есть вот как у нее по здоровью? Ну как, я же не доктор. В чем причина-то болезни? Ну, не знаю. То голова болит, то спина болит. То есть вот какие-то вот такие... Ну, не знаю, что тут болит. Тут, я говорю, вот Солнце в Водолее вот в таком положении, да, и еще аспектировано Плутоном очень напряженно, просто дает характер сложный. Сложный характер. Надо с собой работать, и все будет замечательно. Хорошо. Удачи вам. Всего доброго. Ну, Алексей, возвращаясь вот к вашему гороскопу, хочется тут несколько слов сказать, что вот устройство ваше на эту работу показано очень замечательно. Это не устройство по найму на работу на самом деле, а обретение какой-то карьеры и смысла действий. А также у вас впереди очень большие изменения в плане, видимо, жилищных условий переезда, и они где-то через два с половиной-три года перевернут, видимо, всю вашу жизнь в лучшую сторону. Большое спасибо, что пришли к нам в гости. И вам большое спасибо. Уважаемые телезрители, вот на что смогли ответить, на то ответили. Смотрите нас в следующих программах, задавайте свои вопросы, а мы будем на них отвечать. Всего доброго. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok